Газ и нефть Но когда взвешиваешь все озвученное, то это приводит тебя в недоумение. И в недоумение приводит не только само это заявление, а какое-то молчание от прессы. Ведь нам же рисуют ассоциации. Если что-то такое фантастическое и подрывное где-то случится, нас обязательно об этом проинформируют. Тут же по улицам побегут мальчишки, выкрикивая газетные заголовки. Сенсационное заявление. Нефть делается из говна. Выдающееся открытие сделал пули снегопада. Нам врут про нефть. Раскрыт обман века. Нефтяные магнаты в шоке. А на деле что в СМИ делают? 10 лет жуют о постройке какого-то моста. При этом ни разу не упомянув имя ни одного строителя. Там все политика. 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 То есть чем занята пресса? Это забивают наши головы абсолютно бесполезным и бестолковым. Чем занята пресса? Телевидение, Министерство образования, ученые. Это вытеснением из информационного пространства всего нужного. По мнению рулевых, наши головы нескончаемо должны быть забиты политикой. Приветствую тебя, пули. Расскажи немного о себе, а то от тебя очень много таких громких публикаций сходит, которые действительно вызывают ажиотаж. И они настолько мощные, что часто подписчики пишут сомнения. Возможно ли это одному человеку создать? Вообще трудно в таком стиле писать и к таким вещам приходить, как к примеру эта тема. Нефть это канализация. Приветствую тебя, Роман. Спасибо за вопрос. Действительно актуальный. Люди спрашивают, отвечаешь. На следующий день другие спрашивают. То же самое. На третий день третий, что немножко начало утомлять. Помню, те же самые вопросы поднимались и Вячеславом Котлеровым на стриме «Где был и ты». Спасибо тебе за те ответы, что постарался просветить Вячеслава. С одной стороны, лестно, что подписчики и славик по достоинству оценили этот масштабный проведенный мною труд. Насколько тяжело это и во что трудно поверить. Но с другой стороны, зачем плодить этих призраков? Мои кости и так любят переваривать ребята из секты свидетелей недовольства пули снегопада. И тут еще такое слышать от своих. В-третьих, съезвлю шуткой. Если мне пишет статьи целый цех, то голосом Вячеслава Котлерова тогда озвучивает целый хоровой ансамбль трудовых резервов под названием «Гуртовые лыпыздрики». Вот как ему не верится, что человек может написать в таком стиле, вот так и мне не верится, что столько роликов Вячеслав смог наговорить. Тут без обид, как говорится. Вячеслав сам на шутку напросился, а шутить я умею. Трудно ли в таком стиле много писать? Как бы это коротко объяснить? Я рос в компании, где собирались поэты, музыканты, писатели, философы, изобретатели и прочие бунтари системы. А людей искусство по-другому назвать и нельзя. Ведь какие навыки нам прививают в школе? Учат ли быть изобретателями? Возводить мельницы? То есть осваивать на практике механику, аэродинамику, астрологию, физику, материаловедение, сопромат, умение энергию воплощать в бытовые нужды? Нет. Этому нас не учат. Нас лишь учат весь день покорно сидеть за партой, подавляя свою любознательность и энергию. Нас учат лишь махать гривой. Понял что-то, не понял, попробуй возразить. Еще на второй год оставят. Оттого и неудивительно, что нас окружает сейчас не богатырское общество, а офисный планктон. Потому и считаю изобретателей и людей искусства главными бунтарями. Так вот, я рос с детства среди тех, кто систему ненавидел и где не принято было ничем не интересоваться. Сам я мог выигрывать на спор, ставя три книги Есенина, Пастернака, Мандельштамма и попросить начни первые строки любого стиха из этих трех книг, я продолжу по памяти. Знал много наизусть из Эдгара По, Бадлера, Артюра Рэмбо. И у других ребят компании своих навыков хватало. Потом мы немного разлетелись на какой-то период, а встретились в литературном обществе, что было для всех сюрпризом. Ведь то, что кто-то пишет какие-то сочинения, это что-то такое личное. И даже, можно сказать, обществу прививают какую-то боязнь признаваться, что в нем живет созидательный человек. Встретились мы и вновь завертелось. Начали съезды междугородней творческих людей с появлением интернета и международные съезды. Лидерских качеств у меня никогда не было, поэтому даже в этом обществе не сильно любили. Это напоминает ситуацию с так называемыми альтернативщиками. Вижу, уже многие тоже меня недолюбливают. Но меня всегда ценили лидеры компаний. Так что те, кто ценит мой труд, можете себя в этот список смело заносить. Вот и тут меня ценил один из самых влиятельных людей в литературных кругах, который стал классиком при жизни. Там человек-ходячая энциклопедия. Логик и, кстати, всем предрекал судьбу, и у всех она сбылась. Так, собственно, мне и предугадал. Когда-то сидели вечером, разговаривали, и у него вырвалось. Знаешь, все эти диалоги с тобой напоминают, будто тебя монтируют как бомбу, которая когда-нибудь взорвет эту систему. Ты же как губка столько всего в себя впитываешь, что когда-то как рванешь, что мне нужно быть подальше, чтобы осколком не зацепило. И что, не сбывается? И этот разговор был где-то лет 25 назад. То есть это и ответ на второй вопрос. Легко ли писать такие публикации? Если обществу трудно было довести нашей системе 5 лет назад, все крутили у виска, а сейчас начало только до людей доходить настолько, что думают, что всегда так мыслили. То у меня все эти темы обговаривались и 5 лет назад, и 10, и 20, и 30. Если я с детства в этом ворюсь, то понятно, что за года и аргументы накопятся, талант отточится и выработается свой стиль. По газу и нефти, правда, не сразу так считал. Первые мысли, если не ошибаюсь, были опубликованы 5 лет назад до знакомства с Пашей. Ну, насчет Славы Котлерова я уверен, что человек не со зла это высказал. Просто персона ты для многих интересная. А вот информация тебе ноль. А что людям остается делать? Плюс ты сам говоришь, что система сейчас антисозидательная. А значит, созидательным людям трудно и таланты свои оттачивать, и находить средства на существование. Не поделишься секретом, как у тебя это получается? Понятно, что Вячеслав не со зла. Я тоже не со зла. Ну, как сказать. Само собой, не сильно люблю, когда легенды обо мне сочиняют. Но нет никакой неприязни. Периодически захожу на канал Котлеров.ФМ. В особенности понравились фильмы, где была Лена Ша. Их считаю шедеврами. То просто отмен любезностями. Я еще тогда хотел так пошутить, когда заходил на твой стрим, но там голос я свой слышал эхом в ответ. Отчего раздражительность появлялась, и может ты решил, что сейчас как накинусь на Славика и перевел тему? Нет. Я хотел шуточно позлорадствовать, без всякого негатива. Ничего страшного Вячеслав не высказал, и я ничего такого страшного не делаю. Иногда обмен любезностями по-мужски нужен. Мы же изучаем не только систему, прошлое, но и самих себя. Вспомнить ваше недоразумение с Пашей. Не важно, кто кого не понял, кто больше прав, кто меньше. Но важно, как вы поступили после этого. Нашли между друг другом понимание. Это дорогого стоит. Так что советую подписчикам и даже многим каналам, берите с Ромой и Пашей пример. Не бегайте друг к другу с криками «Мое видео круче твоего! Моя лучше понимать!» Вот меня любят демонизировать, но вспомните, я заходил хоть раз на чью-то территорию, если меня не трогали. Нет. И что я, что Паша, неоднократно высказывались. Смотрите другие каналы. Даже Паша высказывался. Можете смотреть и Игнатенко, которого, мягко говоря, мы не особо уважаем. Как раз вот из-за такого вот, мол, «Моя лучше понимать предметово, чем вашего, так что сидите-ва, вы не правы-ва». Каждый имеет право на свою точку зрения. И каким бы ты гением ни был, все мы в какой-то степени предвзяты. А значит, хоть и верно какую-то вещь показываем, но все наши точки зрения все равно однобокие. А как с разных боков к теме подойти людям-то? Правильно, рассматривать разные точки зрения. Я это понимаю, Паша это понимает, ты это понимаешь, другие ребята это понимают. Но как оказывается, не все. Ну ладно, мы там для многих уже не в авторитете. Посмотрите на Джона Коннора, Видагора, Историю Пи, Тамару Савченко, разгадки истории. Люди не то, что не бегают с какой-то непонятной завистью к кому-то, а спокойно, красиво делают свое дело. Но еще и сами советуют другие ресурсы. У каждого свои таланты, и ваши я ценю по достоинству. Кто считает, что так говорить на широкую аудиторию, это расплюнуть, попробуйте-ка что-нибудь озвучьте и попросите большой канал это у себя опубликовать. Начитаетесь столько всего о себе, что поставите на этой деятельности крест, как многие каналы и сделали. Лично я пробовал с Револьвером первое свое интервью сделать, но это настолько ужасно выходило, что оба махнули рукой. Извиняюсь перед Сережей, что столько времени отнял. Но нет у меня ваших талантов и навыков. Тем, кому хочется узнать, какой я, пусть зайдут на твой стрим или на канал Видогора Мирянина, или послушайте Пашины фильмы, не те, которые мы оттачиваем до шедевров, а там, где он общается без подготовки с нашими друзьями-подписчиками. Вот я именно ваш близнец. Точнее, четвернец. По поводу второй части вопроса. Я вырос в многодетной семье. Отец погиб, когда мне и года не было. Мать нас поднимала сама. А такая жизнь воспитывает людей такими, что могут иметь все, что только захотят, и только потому, что хотят не так много. То есть, другими словами, приучился жить скромно, довольствоваться малым. Когда мои братья и сестры повзрослели, мать решила в них вложиться, продать многокомнатную квартиру и переселиться в село, против чего выступал только я один. Мои меня заверили, что сначала поставятся на ноги старшие, а потом поставят и меня. Вы понимаете, что такое переехать человеку с моими интересами в глушь. Мне не интересны интересы их. Им мои. Что приводило к чему? Правильно, к затворничеству. И появилось больше времени на изучение разнотипной литературы. Моя семья оказалась совестной и понимает, что интеллектуала вырвать из города, где мог хоть кто-то и где-то себя найти, это лишит опыта, а затворничество прививает неумение ставить себя в обществе. Так что мои мне помогают, чем могут, а мне, как сказал, многое и не надо. Сейчас многие стали приглашать на форумы, куда-то на раскопки. Я всем отвечаю отказом, не вдаваясь в подробности, дабы не тратить человека время и свое. Но если так уж сказать о себе, то мою жизнь можно сравнить с Эдгаром По. Там тоже человек ушел в глубокое затворничество, и когда первые свои произведения выслал на конкурсы, он выиграл сразу в двух, по прозе и по стихам. Но поскольку на конкурсе можно выиграть одну премию, ему заплатили за одну. И когда решили ему дать лично в руки выигранные средства и посмотреть на этого гения, то он письмом выразился отказом, сославшись на то, что у него нет даже приличной одежды, выйти в общество. Суммируя все сказанное, такое писать одному возможно, и каждый может стать пулей снегопада или Эдгаром По. Но цена озвучена. Ну вот я считаю данное заявление очень полезным и необходимым для распространения в массы. А ты как сам смотришь? Полезна твоя гипотеза или нет для общественности? Считаю ее архиважной. Во-первых, и раньше люди были, которые с удовольствием на практике начали изучать такую тему, как биогаз, топливо из навоза. А с распространением того, что газ и нефть – это канализация, еще больше людей заинтересуется такой темой. Плюс попутно рождается вопрос, а за что же тогда люди в городах платят коммуналку? Ведь, по сути, все должно быть наоборот. Либо коммуналка бесплатная, а ЖКХ со сбора городской нормы навоза просто-таки обязаны летать во дворах, создавая уют. Но ситуация абсолютно унылая. Мало того, что нас грабят на навоз, так еще и такую завышенную сумму сдирают с людей за коммунальные услуги. Ну, тема, конечно, интересная, но многие возразят, что, мол, не так? Там море навоз сливают. Как можно что-то требовать? Хорошо. Давайте логически размышлять. Из навоза можно делать нефтегазовую продукцию? Да. Знали ли об этом в прошлые века люди? Достаточно источников свидетельствуют о том, что знали. Так что, только мы такие умные, а в правительстве сидят идиоты? Само собой, они тоже знают. А раз знают, и предположить нелепую версию, что сливают в море сырье нефтегазовой продукции, хотя мы сами понимаем, как эти русские маму продадут за нефть, то по неотмененной конституции Союза за расточительное производство имеется соответственная статья и должно влечь за собой уголовную ответственность. А если все же перерабатывают, как я считаю, то это уже мошенничество, за что по той же конституции, которую сейчас нодовцы хотят отменить, предусматривается смертная казнь. Я читал комментарии некоторых людей, которые, мягко говоря, твоей гипотезой недовольны и требуют что-то довести. Дескать, согласны, что газ можно получить из говна, а вот невозможно, скажем, асфальт. Я тоже читал. И немного вводит в недоумение поведение некоторых особей. Хотя, как в школе, собственно, и воспитывают. К примеру, ходят в супермаркет за едою и платят за это деньги. Имеют ли право что-то предъявлять там и требовать? Само собой, да, так как за это платят деньги. Но делают ли это? Нет. Покупают вместо еды ее заменитель и набирают в рот воды. Ученым люди платят налоги. Имеют ли право что-то от них требовать люди? Безусловно. Но в итоге при нелепой версии, что нефть это микроорганизмы, пропускают мимо ушей и готовы с этой лапшой ходить. Над второй версией ученых неплохо посмеялся Левашов. Дескать, ученые считают, что такое нефть. Собрались со всей округи динозавры в одну кучу и в одной куче сдохли, что само собой абсурд. Но ведь же общество молчит в этой ситуации и не делает спрос с тех, кому платят эти деньги. Зато что-то требует от нас, то есть частных каналов, чтобы их чуть ли не за ручку по улицам водили. Эта школа нормальным общество вырастила, когда где должны что-то предъявлять, так сопят в две дырки, зато где вообще им ничего никто не должен, так прям аж на шею стремятся залезть. По примеру, с асфальтом и чудить не надо. Достаточно прописать в поисковике такие слова «Асфальт из навоза» и открыть глаза. Да, действительно, наши дороги – говно, как в переносном смысле, так и в прямом, так как делаются из говна. И, кстати, насчет темы асфальта. Это самая примитивная технология, какая только была за все тысячелетия. В прошлых веках дороги делали вечными, а сейчас даже говняный асфальт, чтобы положить, так только перед выборами гундозят. И это, простите, 21-й хваленый-перехваленый век. Кстати, о других гипотезах. Слышал о гипотезе «нефть – это кровь земли». Основывается она на том, что нефть неисчерпаемая и возобновляемая. Слышал. Сами ее аргументы как раз подтверждают мою версию, ведь попробуйте кровь в организме высосать так, чтобы ее в каком-то месте не было какое-то время. Как мы знаем, нефть закончилась, и там долго ее не качают, приблизительно 10 лет. Плюс-минус везде по-разному. То есть выкачали первую партию навоза и начинают потихонечку заполнять другой, плюс какое-то время нужно, чтобы оно перебродило. А опыты частных людей показывают, что никаких миллионов лет не нужно ждать. Можно и через год с навоза получать газ и топливо для транспорта. Чуть больше ждем и получаем более качественную продукцию. И завершая тему гипотезы «нефть – это кровь земли». Как и другие из этой оперы, из этих гипотез можно получать только долгие беседы, а из канализации нефть и газ уже как минимум через год. А какая разница в нефтегазовой продукции, ну если скажем, одно приготовлено в домашних условиях или в этих резервуарах? Такая же, как с домашним вином и заводским. Часто еще люди спрашивали, если газ и нефть – это канализация, то почему ее качают в морях и океанах? Я тоже могу людей о многом спросить. К примеру, под всеми континентами есть подземные туннели, которые идут под океанами от материка к материку. Вы можете ответить, откуда они появились? Эти данные не скрываются, и любой желающий их может найти и просветить себя на этот счет. Но может ли ответить, откуда они появились? Понятно, что нет. Или помню, мне попалась на глаза публикация «Реки, закатанные в бетон при Сталине». Я хохотал, рассматривая эти публикации, так как там бетона не было от слова совсем. Там именно кирпичная кладка, причем такая ювелирная, что я сомневаюсь, что было столько мастеров при Сталине. Или покажите этот процесс на видео, ведь видео уже тогда было. Ровно такие же якобы реки есть в Москве, в Крыму провалился асфальт, а там люди увидели кирпичные туннели и удивились. А потому удивленным разжевывали, дескать, а река была заложена при Сталине. Есть такие якобы подземные реки и в Белоруссии. Помню, девушка под псевдонимом КАТ-779, если я не ошибся с цифрой, скинула мне очень много материала по ним, причем из западной прессы. Как по мне, туннели эти напоминают больше старинное метро, как в Америке пневмотранспорт бича. А значит, уровень воды был ранее меньше. На это многие и другие факты указывают. То есть мы даже, что было 100 лет назад, не знаем. Молчу уже за 200, 300, за 1000 лет вообще уже что-то сложно говорить. Я не могу на все вопросы знать ответы, но я могу лишь констатировать факты. Из чего можно нефть и газ получить? Собственно, из любого биосырья, трава, животные, но самое эффективное это само собой сделать автономию, то есть канализацию. Еще раз спрашиваю, в прошлом знали, что из навоза можно получать нефть? Да. А насколько мы увидели, что еще 100 лет назад было общество с иным мышлением, более созидательное? Построили вечные города, которые мы унаследовали, причем с такой красотой, которую мы себе позволить не можем, да и осознать, рассматривая любую продукцию прошлого? Она такая изящная, от нарядов людей до простого фонарного столба. то есть такое общество разумное, строившее на века и должно было прийти к такой элементарной вещи, как автономия. Кстати, в свое время вел дискуссию с одним человеком, который прямым текстом и говорил, что газовые фонари в прошлом шли сразу от канализации. А с вами, дорогие друзья, был канал «Глобальный вопрос», Паша Лобанов и слова от пули снегопада. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. До скорых встреч и всех вам благ, дорогие друзья!